Здравствуйте, дорогие мои коллеги! Рада вас приветствовать! Такое у нас сегодня с вами будет небольшое видео, потому что мне прислали один очень интересный вопрос, и я никак не могу его оставить без ответа. Вопрос был такой. Вот я вышла сейчас из отпуска, я чувствую, что лето заканчивается, скоро я полностью нырну в работу в новом учебном году, как мне максимально с пользой провести остаток лета. И я так понимаю, что вопрос ко мне, наверное, как к гуру тайм-менеджмента. Меня всегда эти вопросы очень радуют, потому что я на самом деле не гуру тайм-менеджмента. И когда он меня спрашивает, так как я все успеваю, я всегда шучиваю, что я на самом деле ничего не успеваю, я просто хорошо делаю вид. Но тем не менее вопрос такой есть. И он закономерный. Каждый август меня посещают те же самые мысли, что сейчас у меня появится новый виток моей кипучей рабочей деятельности. Это именно новый виток, потому что летом у меня ее меньше не становится. В отличие от тех, кто работает в основном со школьниками, у кого есть некий сезонный спад, у меня этого сезонного спада нет никогда, потому что школьники идут на каникулы, а взрослые начинают учиться с еще большим остервенением. И у меня просто каждый август возникает новый виток моей профессиональной деятельности, когда мне кажется, что уже, наверное, все невпихуемое я впихнула в свою жизнь, и больше туда впихнуть ничего нельзя. Но оказывается, что если хорошо потрудиться, то можно. И я вам расскажу, чему я посвящаю обычно конец августа. Всегда последние недели я посвящаю тому, чтобы спланировать свое обучение на следующий год и тому, чтобы почистить те моменты в своей профессиональной деятельности, которые помогут мне успешно новый учебный год стартовать. Как правило, это большие стратегические задачи. Это задачи, связанные с организацией расписания. Это задачи, связанные с соблюдением личностных границ между мной и моими учениками, между мной и родителями моих учеников, между нами тремя, как сторонами этого треугольника. Я посвящаю это время анализу и пересмотру договоров, которые я заключаю со своими учениками. Я посвящаю это время анализу и пересмотру программ, с которыми я работаю. Я посвящаю это время анализу и пересмотру курсов, подбору новых материалов, учебников и ОМК. Если я планирую работать с подростками по каким-то специальному ОМК для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ. Я смотрю, вышло ли что-то новое для подготовки КАИЛС, на котором я специализируюсь. То есть последние две недели лет я всегда посвящаю вещам стратегическим. И я смотрю внимательно на то, каких навыков мне не хватает. Прохожусь по матрице профессиональных навыков и отбираю те навыки, которые у меня провисли и которые мне нужно прокачать. И исходя из этого, планирую свое обучение на весь следующий период вплоть до следующего сентября. Мне привычно жить таким циклом. Я им живу очень давно. И поэтому очень часто мой именно профессиональный год это с сентября по сентябрь. Поэтому я вам настоятельно советую. Если у вас есть сомнения, например, того, чем бы заняться, и вы уже нагулялись и не готовы догуливать последние две недели и наслаждаться августом, как грушевым ликером, который надо цедить по глоточку из рюмочки, как писал Рэй Брэдбери, а уже готовы с головой в работу. Хотя, в принципе, можно совместить и грушевый ликер, и работу. Но, тем не менее, если вы готовы с головой в работу, то я вам очень советую посмотреть на то, какое обучение вы начнете уже с сентября, и на то, что вы сейчас можете сделать для того, чтобы обеспечить себе приток учеников уже буквально через две недели. И для этой цели у нас тоже есть два прекрасных мероприятия. Поэтому, если вы выбор свой еще не делали, то я вас приглашаю. Первое — это интенсив, идеальное пробное занятие, которое идет сейчас. И мы разберем с вами на этом интенсиве, что нужно сделать для того, чтобы ваше пробное занятие было действительно хорошим, для того, чтобы люди приходили к вам и оставались, для того, чтобы они чувствовали уверенность в том, что вы можете им помочь, для того, чтобы вы точно знали, и куда вы их ведете, и чтобы у вас не было сечек. Это поможет вам и просто при наборе учеников, и при работе на различных сервисах, таких как iTalki и Preply. И это поможет вам создавать свою клиентскую базу. Может быть, люди будут доходить к вам не с первого раза, но они точно будут оставаться с вами после этого пробного занятия, и даже взяв небольшую паузу на раздумье, все равно к вам возвращаться. Ну а дальше у нас есть большая методическая программа, которая стала, наверное, квинтэссенцией всего моего профессионального опыта, в которой мы будем в течение шести недель говорить о том, как выстраивать свою работу онлайн. И поэтому я очень вас прошу посмотреть внимательно на эту программу. И если вы чувствуете, что у вас есть какие-то пробелы в том, как вы хотите работать, и вы не знаете, как их закрыть, присоединяйтесь. И самое главное, напишите, пожалуйста, мне о том, какие у вас есть сомнения, если вы не уверены, подойдет ли вам эта программа. Я постараюсь на них ответить. Вы можете писать не прямо в личные сообщения, описывая свою ситуацию, а я постараюсь посоветовать вам, нужно ли вам идти с сентября к нам учиться, или нет. Спасибо вам большое за то, что вы были со мной сегодня. Я желаю вам приятного августовского выходного дня. Пускай в нем будет много радости, света, отдыха, приятных эмоций, так чтобы вы потом смогли эти эмоции впитать и передать другим на ваших занятиях. Всего вам самого доброго. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok